Я расскажу про матрешку GS. Это, кто-то может сказать, новый GS-фреймвёрк очередной, но ему на самом деле уже полтора года, и совсем недавно вышла первая версия. На данный момент версия 1.0.4. Данный фреймвёрк разрабатывает парень из Одессы, Андрей Губанов, насколько я помню. На Github я видел, что там уже где-то 26 форков и где-то 230 звёздочек даже. Ну, то есть, кому-то это нравится ещё. И, насколько я понял, этот фреймвёрк он использует в своих проектах, и плюс ещё уже другие разработчики его используют в своих целях. Так как в чате они спрашивают некоторые моменты, когда у них сложности возникают, значит, кому-то он нужен. Собственно, у нас есть сайт, где разработчик предоставил, по моему мнению, шикарную документацию на двух языках, на английском и на русском. Там же можно по каждому пункту, написанному им, задать вопрос или комментарий оставить, и он обязательно ответит, я уже оставлял. Он довольно быстро реагировал ещё на Github, чат, можно там тоже с ним общаться. Ну, то есть, он много мест, где он может вам ответить. Также я даже нашёл небольшой баг в его тудушке, которую он делал, вот, он её оперативно исправил. Собственно, по заявлению автора, матрёшка.js, это, по сути, реализация паттерна паблишеров и сабскрайберов, то есть, это не всякие там, не VC, не VP и тому подобное. Ну вот. Что у нас... А, автор, разработчик говорит, что это... И открыт фреймворк для разработчиков. То есть, можно написать следующий код и, по сути, у нас уже всё работает. Мы подключаем матрёшку, создаём новый instance, app и с помощью метода bind.not к свойству x мы bindим некий элемент и через присваивание у нас уже происходит матрёшка. А-а-а, всё, ничего не слышно. Матрёшка – это, собственно, ядро скраймбёрка, потом вклад матрёшка и я подразумеваю, это можно использовать как модель, можно ассоциировать это с моделью, например, в бэкбоне. Вот. И есть класс матрёшка RA. Оно представляет собой коллекцию, вот. Ну и подробно, в общем, рассмотрим класс матрёшки. Народ, народ, сори, сори. Подъявляется легко. Меня слышно? В RMK new матрёшка. И, собственно… Да, слышно. …наследование, как происходит… Кто-то тайпать на клавиатуре, замьютайтесь, пожалуйста. …и экстендим матрёшку. В конструкторе мы какие-то инициализационные действия делаем. И также ещё матрёшка поддерживает B6. Это с помощью Babel можно полностью поддержку реализовать. Ну, кто не знаком… Б был… Ознакомьтесь, классная штука. Вот. Ещё хочу… Забыл сказать, матрёшка зависит от библиотек, которые работают с Думом. Там, например, OJQuery или там ZEPT или ещё какая-нибудь… Но у неё есть стройная библиотека «Балалайка», да, так… И она реализует минимальный функционал по там… по выборке элементов. И если, например, вы хотите свою какую-то библиотеку, которая работает с Думом использовать, то это вполне возможно с помощью метода… Я дальше о нём скажу. Вот. Продолжим. У класса матрёшки есть следующие свойства и методы. Их тут приличненько, но самое важное – это… с которых можно начать и нужно начать знакомство. Это метод ON, триггер, бэнд нот, сет и… Ну, я ещё выделил такие, как Sandbox, Bounce, Mi 9, Link Props и Bender. Собственно, я вкратце расскажу о других, которые тут есть, но остановлюсь на… которые помечены вот… разненьким. Кстати, у меня вопрос. Если плохо может видно на экране, я могу скинуть ссылку на презентацию кому-нибудь нужно или нет? Я тебя потом попрошу скинуть эту презентацию, чтобы я её приоттачил к фуллапу. Не хотят. Ну, ладно. Собственно… Я… Игорь, я тебя потом попрошу скинуть мне эту презентацию, чтобы приоттачить её к фуллапу. Да, да, конечно. Ты заметен? Из МК – это… Верните Игоря. Ничего не слышно сейчас. Сосница – это той… С помощью Sandbox мы можем охранить… Игорь, можешь 2 секунды подождать? Да. Я, наверное, к этому списку вернусь попозже. Начнём, наверное, с методов. Начнём с метода Матрёшка. Он… Матрёшка принимает аргументы Names, Colbert, Rigger, Run and Need и контекст. Собственно, самый такой простой пример. Мы подписываемся на событие фулл. Это какой-нибудь там кастомный ивент. И мы, собственно, его потом можем стриггерить. Дальше у нас можно, например, передать какой-нибудь там контекст. Например, во втором примере мы передаём объект с ключом А и со значением 5. И, собственно, когда триггерится это событие, то мы увидим значение 5. То есть, в контексте объекта, у которого произошло событие. И также можно ещё триггерить ивент после его инициализации с помощью аргумента триггера на НИТ. Это в третьем примере передаётся значение true. Вот. С помощью метода on на самом деле можно подписаться на всё, что угодно. То есть, в документации можно подписаться и на кастомные события, и на изменения свойств класса, ну, инстанция, и на всякие события, там, дома, клик, change и всё-всё-всё. То есть, очень функциональный метод. Потом, собственно, метод Tricher, он принимает аргументы names и arc. Неймс, может быть, принимать на вход несколько, например, сразу кастомных ивентов. Например, мы объявляем через он фу и бар кастомные ивенты, и берётся, например, сумма перепереданных аргументов. Мы сможем триггерить фу с передачей аргументов, и мы получим результат. И мы также можем триггерить фу и бар одновременно, ну, просто передать через пробел аргументы. байндер. Потом, самый важный, наверное, и главный метод в матрёшке – это байнд нот. Он тоже функциональный, и по-разному можно передавать набор аргументов. Ну, в первом случае, это, например, передать ключ, некий нот, на который происходит байндинг, и байндер передать. Байндером является у нас объект, и можно некоторые опции передать. Вот самый лёгкий пример – мы байндим нот, ну, к свойству myKey, байндим элемент myElement, ну, к классу myElement. И событие клик, например, и можно описать getValue, setValue, т.е. это, по сути, two-way-байндинг или one-way-байндинг. И можно ещё некоторые действия сделать при инициализации этого байдина. Вот, например, мы байндим к свойству myKey и элементу myChickBox, с класса myChickBox. По ивенту клик, getValue описываем, как вернуть текущее состояние элемента, и setValue – это задать текущее состояние элемента. И когда мы вызовем thisMyKey равно true, то чипбокс пометится как выбранный. Вот, ещё пример. Можно делать сложные байдинги, например, когда у нас какой-нибудь есть, например, jQuery или ещё какой-нибудь плагин, например, можно на ключ myKey забандить какой-нибудь элемент, который является слайдером, например. И на событие onSlide мы задаём getValue, setValue. И при инициализации мы, ну, собственно, инициализируем плагин с некоторыми значениями. И когда мы укажем thisMyKey равно 42, то слайдер установит это значение. То есть, вообще, круто, мне кажется. Что в этом примере происходит? Если, когда мы пытаемся связать некоторое свойство с элементом, и, например, по умолчанию это свойство не имеет никакого значения, то оно попытается вытащить значение из элемента, к которому мы багим, и засетать в myKey, например. Но, если мы хотим предотвратить это, то есть, чтобы ничего не происходило, мы можем передать event options, у нас есть этот элемент, и с помощью, так, свойства assignDefaultValueFalse, то это не будет происходить. Можно еще бандить элементы, передавая некоторые в виде ключ-значения, например, как тут, или можно передавать массив аргументов, к примеру. То есть, ну, очень опционально, я бы так сказал, разработчик очень ответственно подошел к этому моменту, он для многих методов реализовал гибкий подход к реализации самого метода, то есть можно по-разному это засетать, как вам будет удобно. Классная штука тоже, матрешка Binders, она схожа, наверное, если кто знаком с бэкбоном, модул бандер тоже есть, наверное, кастомные реализации, можно сделать, например, свой бандер, то есть реализация. Для чего это все делается? Например, дабы каждый раз не писать один и тот же код, ну, один и тот же бандер, мы можем сделать свой какой-то кастомный и использовать его. Вот, это довольно вот просто реализуется. И, кстати, матрешка имеет уже приопределенные бандеры, это, например, там, innerHTML, там, visibility, классные, там, пропа, театрибут, input, text, re-select, и некоторые из них работают, ну, двунаправленно, two-way bonding, некоторые однонаправленные, там, например, как innerHTML, ну, я тут парочку из них раз смотрю, то есть написав bindElement, там, myKey к элементу myElement классом и передав binder innerHTML, мы, по сути, получаем следующее, как код ниже, то есть дабы не писать каждый раз binder такой, который с этой value в элемент, то его можно использовать, там, innerHTML. Еще тоже интересные подходы, то есть разработчик предусмотрел, есть binder visibility, и зависимость от того, какой он на ход принимает значение, true или false, по-разному, ну, по-разному происходит действие, то есть, например, если мы передаем в binder visibility значение true, то, когда, например, значение ключа myKey будет, там, к примеру, какой-то true, то элемент будет показан, но если мы передадим visibility false, то при значении свойства true, оно, наоборот, будет скрыто. И то же самое реализовано для binder className, то есть, если мы передаем в binder значение className full, то есть, если некий, если свойство будет иметь значение true, то к элементу добавится classFu, если false, то удалится. Но если мы хотим противоположное действие сделать, то мы можем передать в binder className class и спереди поставим отрицательный знак, то будет происходить противоположное действие. Вот. Следующий метод по трешке – это set, он тоже опциональный, можно передать ключ, ну, значение и некоторые опции. Есть некоторые флаги, которые можно использовать, там, silent, silent html, force, force html, skip mediator и skip links. Вот за последние два я чуть позже расскажу, но некоторые, я думаю, тут о себе говорят, например, тот же самый, если кто с бэкбоном работал, просто автор тоже ассоциирует местами свой фреймворк с бэкбоном, с поведением бэкбона. Тут, например, там, silent – это не триггерить события, change, когда меняется значение нашего свойства. или, там, например, тут есть force, мы принудительно вызываем, триггерим события change, например, если свойство было засетано, но при этом оно не поменяло свои значения. потом… что у нас тут еще есть? Ну, собственно, можно при… когда мы сетаем значение ключу, мы можем оплавливать эти события, подписавшись на изменение ключа, там, с помощью on change, ну, происходит через двоеточие майки, к примеру. если мы используем флаг silent-true, то у нас не будет триггериться это событие, на которое мы подписались. Также можно передавать как кастомные данные какие-нибудь, при… когда мы сетаем свойства в некоторое значение, и если мы подписываемся на изменение этого значения, то мы можем отловить нашу… да. Ну, и тоже вот можно по-разному цепить, собственно, наши данные, и тоже передавать там некоторые дополнительные данные. Следующее свойство – это sandbox, собственно, sandbox – это у нас как бы песочница, да, то есть в рамках какого элемента HTML мы работаем, дабы не полезть выше, чем нам нужно. Ну, то есть это… оно используется в коллекциях, например, или там в моделях, то есть в матрешке object или матрешке array. Это дальше будет показано, рассмотрено. Если мы забайдим на свойство sandbox некий элемент с классом app, то по свойству dollar sandbox мы получим наш забайденный элемент. Дальше матрешка, dollar bound и key. То есть если мы байдим к какому-нибудь свойству некий элемент, то с помощью этого метода мы можем по названию нашего свойства получить элемент или элементы, к которым было прибайдено это свойство. Если мы вызовем этот метод без ключа, то мы получим значение самого главного sandbox, если оно было забандено. Что еще? А, вот интересно, это уже метод immediate, он на вход принимает ключ и некий медиатор, который выступает с функцией. То есть для чего это используется? Если я хочу, чтобы у меня свойства имели какой-нибудь или определенный тип всегда при изменении, либо, например, я хочу, чтобы свойство имело значение, если это, например, число не больше 100 или не меньше 9, к примеру, то с помощью MIDI это все можно реализовать. Объявляется довольно легко, мы к свойству, например, в первом примере X, говорим, что это всегда будет строка. То есть если мы засетаем в свойства X и 1 число, то в итоге это будет все-таки строкой. Также можно сетать одновременно через пробел разделенными свойства X и Y или можно передавать массив ключей. опять же, разработчик фреймворка тоже тщательно подошел, можно в различных вариациях передавать методы, ключи или еще что-нибудь, элементы. То есть если хотите через пробел, если хотите там массивом, то есть как угодно. вот тоже пример, когда можно передавать, например, объект в виде свойства и медиатора, то есть опционально. Вот в третьем примере, в самом низу, тоже можно передавать, для нескольких ключей будет вызван медиатор стринг, то есть не всегда будет строкой. Вот тоже интересный метод LinkProp, для чего он используется? Например, если я хочу некоторому свойству, чтобы оно зависело от других, к примеру, свойств. Я знаю, что, например, у нас на проекте это реализовалось вручную, там, с помощью хитрости, а тут это уже встроенная возможность. Например, я хочу, чтобы у меня свойство фитинг, оно зависело от нейма. И мы передаем некий хендлер, который говорит, что это свойство будет содержать, например, в нашем примере Hello и Name, который передан. И когда мы зацетаем свойство Name, Джо, например, то наше свойство фитинг будет соответствовать Hello, Джо. Можно еще по-разному это все дублировать. Можно, чтобы наше свойство зависело, например, от нескольких ключей. Вот тут крутой пример, когда мы вычисляем, например, периметр прямоугольника, вот LinkProps P, оно зависит от A и B, ну, сторон, по сути, наших. И сделаны также другие значения. Если у нас LinkProps A зависит от периметра и от свойства B, и свойства B, например, зависит от P и A. И в этом случае, кстати, не произойдет никаких циклических зависимостей или зацикливаний, в общем, не произойдет. В этом случае автор постарался. И также можно еще у нас линковать свойства из других инстансов. То есть у нас есть некоторые там инстанс один или инстанс два, у них есть некоторые свойства там A и B. И можно к нашему инстансу к свойству сам прилинковать свойства из других инстансов. И это, я считаю, круто. А бонусом к матрешке идет такая функция с длинным названием, я не буду его называть, но если вы захотите узнать ответ на все-все и все ответом вселенной, если кто смотрел фильм «Путешествие по галактике», то вы услышите, увидите этот ответ, но правда вы его узнаете через 7,5 миллионов лет, так что да, интересно, но долго ждать. Немного каламбурами. Следующий класс матрешка Object. Ну новый инстанс создается довольно легко. NewMkObject и можно инициализировать его уже задав некоторые начальные свойства там A и B. И наследование в таком виде происходит. Я показал только на примере ES5, ну для ES6 тоже, если до этого пример посмотреть, довольно легко все происходит. Мы создаем наш инстанс MyClass и экстендим MKObject. И в конструктор можно написать нестры действия. Вот, в чем собственно суть матрешки Object. Как я уже сказал выше, я ее ассоциирую, наверное, с моделью. И она позволяет, этот класс позволяет отделять, например, свойства, которые будут ответственны именно за данные, например, которые впоследствии можно будет передать на сервер или там сохранить какое-нибудь локальное хранилище и отделить эти свойства от тех, которые какие-нибудь служебные. Например, вот в примере мы с помощью метода sDataKiss мы добавляем ключи A и B. И это говорит нам, что эти ключи, ну свойства будут ответственны за данные, которые впоследствии будут переданы. Например, также можно еще задать эти свойства через метод sDataKiss. И этот метод еще выступает в качестве, я бы сказал, например, каких-нибудь дефолтных определений. То есть, например, если у нас с помощью метода sDataKiss мы добавим просто ключи, они будут иметь свойства undefined, а если с помощью JSON, то уже какие-то, может, значения. Вот в первом примере и во втором мы, по сути, производим одни и те же действия, но когда мы с помощью метода sDataKiss захотим получить данные, имена, которые ответственны за, которые будут переданы, например, на сервер, то мы получим только значения a и b, то есть значения свойства c мы не получим. Вот, по сути, вот пример, когда мы создаем некий instance и сетаем ключи, это то же самое, если бы мы объявляли этот instance сразу с данными, к примеру. Матрёшка object предоставляет следующие свойства и методы, самые важные из них, которые нужно знать, это JSON, как мы уже чуть выше сталкивались, и gset, подробнее о них поговорим. Мы можем создать некий instance mk-object и засетать туда сразу три ключа a, b и c, и c может из себя представлять некий новый instance со значениями d и e. И когда мы захотим с помощью JSON, мы получим в виде JSON наши данные из этого инстанца. gset тоже, как уже сказал выше, это метод, который задает свойства, которые ответственны за данные. Вот. Есть еще метод set, например, в нашем примере мы свойству c, сетаем значение 3, то gset именно определяет, ну, создает свойства аналогичное a, но оно еще говорит, что это свойство a будет, соответственно, заданное. Вот, например, в нашем случае, когда мы вызовем здесь k, то мы получим только a и b, но не c, так как оно просто является неким служебным свойством. И, например, когда мы уже засетали через set свойства, например, a или b значения, то в дальнейшем мы можем уже через set работать с этим свойством или вот напрямую там обращаться, вот, как и здесь b равно 4. Ну, это, по сути, то же самое, что и set. То есть по-разному можно работать. Матрешка, как я уже сказал перед этим, оно является, по сути, коллекцией матрешки. Вот, новый инстанс объявлять тоже легко, тут new mkarray или можно даже задать какую-нибудь специфическую длину изначально. по сути, матрешка array работает, как и, я бы сказал, нативный javascript array. У него есть те же там свойства, ну, те же методы. Вот, дальше мы это рассмотрим. Ну, и наследование тоже довольно легко происходит. И, собственно, мы приходим к тому, что можно создать инстанс и передать ему некую модель. В матрешке array есть свойства-модел и с помощью mk-objects мы создаем нашу модель и в конструкторе мы, например, можем сразу засетать некоторые данные и мы можем определить нашу коллекцию, например, myarray, которая будет наследовать от матрешки array и в качестве модели принимать нашу модель, созданную. Мы создаем уже некоторый инстанс myarray от нашей коллекции. И дальше, когда мы засетаем, запушим в нашу коллекцию данные, то с помощью метода json мы можем получить нашу коллекцию. И матрешка array также поддерживает автоматический рендеринг наших данных. Это возможно в следующем видео. У нас есть некоторая модель, мы можем описать, в конструкторе мы описываем данные, которые будут сразу засетаны. И есть у нас событие render, это когда адресовывается элемент коллекции. И при этом событии мы сразу байдим, например, свойствую value, которая, вот sandbox это, собственно, наша песочница, и туда будут засетаны данные. И тут, как видите, еще тоже используется наш дефолтный binder in HTML. Мы создаем некую коллекцию на основании нашей модели, и в mkarray есть свойство item-brander, в нашем случае, например, attribute. и в конструкторе мы байдим свойства sandbox, объявляем нашу песочницу некий элемент my list. То есть, когда в нашу коллекцию попадут некоторые данные, то они сразу отрисуются, ну то есть, как, наверное, и в любых других рейнверках. Кстати, можно еще, ну, автор говорил, это, наверное, а, дальше я скажу. Вот матреш KRA поддерживает тоже где-то с десяток свойств и методов. Самый важный из них это item-renderer, model, и вот тут два больших таких метод и метод подчеркивания, ну еще там pull, о котором я расскажу. Соответственно, свойство item-renderer, оно на вход может принимать как некоторую строку, к примеру, или может принимать дом-элемент, или может принимать какой-нибудь селектор, на основании которого будет генериться наши данные коллекции. Вот внизу мы объявляем наш instance my array, ему передаем item-renderer-leaf, к примеру, и в конструкторе тут еще такая оговорочка, по умолчанию наши данные будут рендериться в песочницу, но если мы хотим это предотвратить, мы можем объявить свойство container, и привязать к нему некоторый элемент, в который будет вместо песочницы добавляться, ну рендериться наши данные из коллекции. Вот, как я уже говорил, item-renderer может быть каким-нибудь атрибутом, или строкой, или элементом, и так все опционально item-renderer может динамически, например, если у нас еще не объявленный элемент, еще на странице не появился, а то мы можем, или мы хотим какой-нибудь новый дом-элемент, созданный только что, объявить в качестве нашего рендера, а то можно в таком еще виде, как во втором примере. что-то сделать. Потом, ну, собственно, как виртуальное такое свойство, метод даже, модул, который на ход принимает data и трешка array, собственно, мы уже об этом описали, то есть мы можем создать некоторый instance my array, там, передать модель, метод, метод, да, вот такой, что оно включает в себя, оно включает в себя все методы, которые доступны в нативном JavaScript, которые работают с массивом, оно возвращает, ну, только методы матрешки array, они возвращают instance матрешки array, идут еще некоторые ограничения, там, метод for each, в нативном JavaScript он возвращает undefined, матрешка он возвращает ссылку на самого себя, чтобы можно было сделать цепочки вызовов. Ну, вот, как я перед этим сказал, некоторые методы, которые возвращают новый массив в нативном JavaScript, матрешка они возвращают instance матрешки array. в том, есть еще у нас, так, метод с подчеркиванием, то есть это те же самые методы, что и перед этим, которые есть в нативном JavaScript, только тут еще можно использовать некоторые дополнительные атрибуты, плагин, например, silent root, don't render или keep mediator. Для чего это используется, например, если я буду использовать просто метод, например, push без подчеркивания, то после того, как этот метод вызовется, будут адресованы, например, или стриггерены события изменения нашего матрешки array, ну, коллекции, к примеру, да, и они сразу адресуются и стриггерятся события, но если мы хотим это предотвратить, то мы можем использовать этот метод с подчеркиванием и передать какой-нибудь флаг, к примеру. Вот, к примеру, у нас есть, как я говорил, метод push с подчеркиванием, мы задаем ему флаг silent root, и вот метод pop с silent root, то есть когда мы подпишемся на события, он монтихи, то есть у нас изменилась коллекция, то при таком вызове это событие не стриггерится, а при просто без подчеркивания, если мы метод вызовем, то он на стриггерится. Еще есть у нас метод pull, он удаляет элементы матрешки array, тут можно удалить по индексу и можно даже удалить по самому, ой, удаляемому элементу, вот. Собственно, с этим методом небольшой такой конфуз, или может даже не с ним произошел, когда я говорил, что я нашел бак в MVC, то в цикле, ну это может даже процесс реализации неправильно прошел. С помощью for each удалялись элементы из коллекции, и вызывался этот метод pull, но там, так как он вырезал этот метод pull из массива наш элемент, то там некоторые издвиги происходили, и получалось, что, например, у меня было 8 элементов в коллекции, и только 4 было удалено из-за смещений. Но я тоже покажу на примере. Вот, это сейчас пока не все. Я хочу показать некий пример. Я набросал такое. Немного, может, некрасиво, некий пример, вот, для работы с пользователями, то есть я побаловал немного. Ну, не хотел тудушка делать, но это тоже немного похоже. То есть мы можем добавить там пользователей каких-нибудь, что у нас можно сделать. Что, например, я могу тут добавленных пользователей сортировать даже. Например, могу делать их неактивными. Ну, то есть я потом реализацию покажу этого всего. И, собственно, тут я использовал метод lint props, это когда одно свойство зависит от других. Я вот тут тоже прикрепил, например, у нас есть, вот, если установите на строку, написано там user john активен. Если я клапну шесту inactive, то сразу оно поменяется на inactive. То есть я могу удалить там выборочно пользователей, могу там единично, могу получить текущее состояние объекта. Также я сделал небольшой поиск по нашим пользователям, да, и я вкратце хочу рассказать, как это все было реализовано. То есть у меня есть некоторая структура. У нас есть, да, сейчас, секундочку, чтобы всем было видно. Это сделаем в виде презентации. Я создал новый instance user, собственно, который будет у нас в качестве модели работать в конструкторе. И что я делаю? Я с помощью нашего метода gset я объявляю, как у нас, я объявляю свойства, которые у нас будут отвечать за данные. Это nickname и active. Вот если и по молчанию, если я, например, когда буду добавлять в нашу модель данные и я, например, не укажу active, то по умолчанию будет задано свойство true. Ну и nickname никакой, да, пустая строка. Да, дефолтные значения, по сути, вот как в бэкбон модели. В конструкторе я могу сразу засетать данные. Вот у нас есть событие онрендера, это, собственно, когда у нас отрисовался элемент, я могу ему забиндить некоторые свойства и ивенты некоторые навесить. Вот, собственно, как я говорил, я использовал свойства linkprobs. Я объявляю свойства uter.info, это то есть та информация, которая у нас показывается при наведении на строку. Я говорю, что оно у меня зависит от никнейма и от active. И с помощью хендлера я тут говорю, что у меня там юзер такой-то и в зависимости от active, там, active или inactive. Дальше у нас есть, можно забандить, ну вот на свойства там edit, remove, или active button, я бандил некоторые элементы, да. Это у нас кнопка edit, это remove, удаление. К этому свойству я забандил наш, наш, как бы ячейку, где у нас содержится имя. И вот на select это, это у меня чипбоксик, который напротив каждого юзера, и active button, это, собственно, кнопка, которая говорит сделать юзер активным или неактивным. И дальше уже тоже вот небольшая магия происходит. Зачем используется этот selector в хендбоксе? Это то есть он говорит, что нужно искать элемент вот в рамках нашей источницы объявленной. Вот, и дальше тут происходит, я, например, что тут у нас есть. Я говорю, что свойство юзеринфо, которое у нас тоже является зависимым свойством от других, я говорю, что оно будет у нас привязано к песочнице, а песочница у нас является в данном случае строка, таблица. И я говорю, вот использовал стандартный, ну, при определенный бандер атрибут, тайтл, тайтл, т.е. при любом изменении у нас будет меняться тайтл. Вот, что еще есть? А, я вот задавал свой, тоже бандер описывал, я бандил к свойству никнейм, наш элемент никнейм и говорил, что при событии input, т.е. это, по сути, при любом изменении там данных, у меня он будет гетвалдер так работать И еще, еще тоже такая интересная вещь, я к свойству active могу забандить уже, например, другое свойство объявленное, вот, например, я active button, это у меня будет, является кнопка с классом active и через такое определение я говорю, что, ну, дабы не писать, например, вот такую штуку, вот, примерно, там, еще, еще что-нибудь, я, я могу напрямую, через .bound, ссылаться на тот элемент. И тут некоторые обработчики вешал тут. Если, например, у нас вешается обработчик на события дома, то мы используем два двоеточия, вот, при, когда мы вешаем событие на изменение некоторого свойства, мы используем двоеточие, вот, ну, собственно, это вот такой вот, мне кажется, даже, не особо большой, не особо большая модель. И сейчас я покажу, собственно, нашу коллекцию, как она реализована. Собственно, я в качестве модели указываю наш instance user и в качестве item renderer я использую то есть selector user template, то есть содержимое, содержимое этого элемента. В конструкторе я объявляю abundance, events, и по умолчанию я с помощью метода recreate отрисовываю данные, например, которые у нас сохранены в local storage, и вот это некоторые дефолтные значения, там select all, fold – служебное свойство, и, например, set direction – это когда я сортирую пользователей по имени, по умолчанию, когда я отрисовываю эти данные, я хочу, чтобы они у меня сюда были по порядку указаны, то тоже бандюю некоторым свойствам, там некоторые элементы, и, ну, то есть у нас, в принципе, тоже модели было видно, и объявляю некоторые ивенты. Как я говорил, вот, вот, ивенты, которые реагируют на изменения, например, свойств, еще тут интересно, какие были. А, у нас есть ивенты, например, это стандартные модифи, например, elite change, в первом случае это у нас срабатывает этот ивент, когда у нас коллекция либо добавляется элемент какой-нибудь, либо удаляется, и можно также реагировать на события, которые происходят в модели. Вот, если у нас в модели событие change, например, когда у нас какое-нибудь свойство поменяется, ну, любое, конкретно в коллекции этот ивент можно отловить через собаку change, ну, или можно, например, там, также на какое-нибудь конкретное свойство, которое поменялось в модели, отреагировать. И можно также реагировать на какие-нибудь кастомные ивенты, которые у нас пришли с модели. Вот, в моем случае это, там, user selected или user removed. Вот. И, а, еще я использовал метод Rondebon, он вызывается, там, не чаще, там, какого-то определенного промежутка времени, дабы, каждый раз, довольно часто не дергать наш обработчик, да, там, нескольких, там, 300 миллисекунд или 500. Я его навесил для того, чтобы, после того, как у нас изменяются какие-нибудь данные, вот, я выше объявлял, то есть, если у нас изменяется массив или изменяется, вот, какое-нибудь свойство, то я сразу свойство джейсон записываю наши данные и в этом случае сохраняю блоков Сорж, изменение этого свойства. Можешь показать, где, собственно, HTML сам рендерится? Ну, я тут уже реализовывал изменения. Он тебя не слышал, Дим. А, слышно, нет? Повтори, повтори за меня. Я поняла, я твой секретарь. Ты можешь показать, где непосредственно отрисовывается HTML? Молодец. Ну, где рендеринг, собственно, происходит? Где какие-то шаблоны или как вот добавляется новый кусок HTML? Вот, собственно, моя верстка и, как я говорил, у нас ItemBrandError и я передавал мне некоторый селектор. Вот он у меня. Вот. Я его объявлял в скрипте, ну, то есть, там, UserTemplate и тут я, ну, написал, собственно, строку, то есть, на основании которой будет генериться элемент. Вот тут строка, таблица, да, ячейка с именем, тут ячейка с кнопками, там, и ячейка с чекбоксом. Вот, и, собственно, дабы дальше показать, где происходит добавление, у нас это происходит в этом файле. То есть, как это происходит? Я на нашу форму, ну, нашу форму бандю к свойству NewUser, к примеру. И потом обещаю обработчик сагмент на это свойство. Ну, то есть, когда у нас за сагментилась форма, я получаю никнейм с него. Ну, это, я считаю, чтобы у нас форма не отправилась. Превент дефолт сделал. И если у меня есть некоторые значения в свойстве никнейм, то я добавляю его в коллекцию нашу. И по дефолту, как я говорил, там, active будет true поставлен. То есть, то, что у нас пользователь активный. И после этого события, после того, как я добавлю элемент в коллекцию, оно автоматом, собственно, отрисуется. Игорь, спасибо. Услышу, говорит спасибо. Не слышу, наверное, мне нужно передавать, если что-то спрашиваю. Благодарит тебя. А, вот, да. Ну, то есть, я так пощупал, но правда мне, скажу честно, я очень долго вычитывал документацию, потому что она вообще, ну, обширная. Ну, не то, что и много, просто она довольно подробная. И вот я там где-то несколько часов писал свое приложение, пару раз застопорился, но в итоге разобрался. И, как бы так сказать, довольно интересно. И, я думаю, это к чему-то приведет, я не знаю. Я не говорю, что это будет в каких-то там супер-попер-приложениях использоваться, но, я думаю, оно найдет своего, как бы, своего предназначения, так как сам разработчик этого фреймворка использует, я так понял, его в нескольких своих проектах. И, как бы, люди его уже некоторые используют, задают вопросы. И, то есть, что-то в этом есть. И, может, он даже идет в каком-нибудь там правильном направлении. И, да, можно пожелать удачи. Вот, может, еще какие-то вопросы есть? Оскорбления там еще, предложения. Ты знаешь какие-нибудь проекты, на которых это используется? Вот, собственно, да, хороший вопрос. Максим задал, где этот фреймворк используется? Я видел, что автор хочет создать даже отдельную, как бы, ссылочку, где можно будет посмотреть эти проекты. Но пока этого нет. То есть, он говорит, если вы используете этот фреймворк где-то и у вас есть желание поделиться, то есть, нет вопросов, я эту ссылку где-нибудь выложу, да, там, покажу. Но пока желающих нет, но все-таки я знаю, что этот фреймворк используется, да. Но сам автор не выкладывал эти проекты, где он сам это использует. Ну, может, там, какие-нибудь секреты, я не знаю. Индеи подписывал, как и все. А, говорю, Индеи подписывал, как и все. Ну, все же он довольно хорошо рекламирует свой фреймворк на Хабрахабре и на других ресурсах. Был замечен во многих местах, я говорю, он активно отвечает на поставленные вопросы, и там довольно такие интересные решения дает, если какие-то возникают вопросы у других разработчиков. У меня один вопрос. Чего назвали матрешка? Ой, я не знаю, он сказал, ну, просто понравилось ему название. Ну, никаких там ассоциаций, да, да. Просто ему понравилось название. Мне показалось, что матрешка больше подходит под то, что там всякие вью, вон его вью, еще вью, еще вью. Ну, тут матрешка получается. Да. Типа многослойность? Ну, я бы не сказал, но, кстати, матрешку очень довольно легко можно расширять, и другие разработчики это делают. То есть, некоторые брали матрешку за основу, и с помощью наследования ее расширяли, и можно, например, какие-нибудь основные методы добавлять, или какие-нибудь даже плагины писать, ну, типа такого плагина, да, на основании матрешки. И этим тоже занимаются люди. Ну, то есть, я это читал, что люди это делают, на самом деле. Есть. Есть. На данный момент версия 1.0.4, вот, говорю, довольно, наверное, в апреле вышла первая версия. Первое упоминание я видел о матрешке на хабре, это в 2003 году, вроде в октябре, ну, то есть ему там года полтора где-то. Ну, вот, недавняя версия 1.0 вышла. Ну, то есть, не знаю, парень молодец, и, может, это принесет какие-нибудь плоды. Респект и уважуха. Да, да. Еще вопросы, предложения, пожелания. Да, только первый раз так, чтобы ты мог не договорить чего-нибудь или неправильно. Я хочу сказать, чтобы я не вас разобрел. Это какой ответ был, например, у меня есть за фейсом для акций? Этого ничего нет, этой реализации, то есть, то, что ты там сам захочешь использовать. Например, те же, он говорил, у меня нет шаблонизатора или что-то вроде этого. То есть, если ты хочешь заимпортить шаблон, то есть, ты можешь там... Если бейбл, например, ну, если с помощью ES6 там проимпортить шаблон какой-нибудь или с помощью там... Некоторую AJAX-функции проимпортить, либо... Кстати, матрешка поддерживает AMD, там... Тоже можно там реквайд.js или что-то еще там, не помню. Ну, то есть, еще матрешка ориентирована на ES6 и поддерживает в полной мере. То есть, можно сразу фигачить на ES6. Ну, поддерживает еще и E8, да, так что там вообще по-шикарному. Ну, это, наверное, из-за того, что на его проектах это нужно. Ну, так как он ее там использует. Окей, есть у кого-то еще вопросы к Игорю? Нету. Окей, спасибо большое тебе, Игорь. Надеюсь, это не последняя твоя презентация. Вот. Ну, мы тебя сильно не пугали, я надеюсь. Удачи!